Дамы и господа, сегодня мы будем играть Dying Light, потому что скоро начинается Dying Light 2, я пока не имею права вам ничего про него рассказывать, я в него поиграл часа полтора, наверное, чтобы понять, как она работает, после этого я вынужден был остановиться, потому что, да. Если вы ждёте вторую часть Dying Light, то я думаю, вы примерно понимаете, чего вы ждёте от Dying Light 2. В целом, возможно, вас игра не разочарует. Возможно. А возможно и разочарует. Ну, вы понимаете. О, да. Так, как мы в это играем? Боже, у нас тут был какой-то супер зачётный момент, я помню в последний раз мы зачищали какой-то челлендж, было супер душно, но было клёво. О, боже, это что, русская раскладка? О, боже, чат, мне нужно выйти и поставить английскую раскладку, потому что меня бесит русская в игре, когда пишут тебе F, там, вот это U и прочее. Нажмите U, чтобы продолжить. Да, типа того. Какого числа ты будешь стремить вторую часть? Третьего за день до выхода. Сколько часов в прохождении у этой игры? Она довольно большая. Вторую при этом говорят, чтобы пройти на 100%, потребуется 500 часов. Я, конечно, не уверен, но, по-моему, перебор. Вот. В коопе я вам это не гарантирую, тем более. Я не знаю, во время коопа, я думаю, на самом деле, с Тёмой договорится, если мы будем коопиться. Мы с ним, допустим, будем в 6 вечера встречаться, чтобы проходить игру в коопе, а я буду запускать пораньше, если у меня будет желание, допустим, играть в открытом мире, фармить всякое. Ну, просто посмотреть сайды и тому подобное. Идея вроде норм. Если его устроит, ну, типа, может, ему тоже захочется все там сайды посмотреть. Ну, если он будет готов к марафоните, что-ка за. Вот. Ну, посмотрим, короче. Dying Light 2 сильно требовательна к видеокарте. Я не могу пока ничего, в принципе, вам рассказывать. Скажу так. Без каких-либо подробностей. 30-80. Достаточно мощный процессор. Достаточно много оперативки. Игра не тянет на максималках. Возможно, это предрелизный билд. Возможно, на релизе будет лучше. Возможно, выпустят какие-то дрова, которые будут оптимизацией помогать. Но Ray Tracing и полные настройки просто не работают. Выше 30 кадров. Мое железо не справляется с этим. Я думаю, на самом деле, проблема в предрелизности версии. С другой стороны, на PlayStation 5 игра в режиме качества, то есть когда Ray Tracing включен, работает отвратительно. Но опять же, можно сослаться на предрелиз. Зато в режиме производительности она выглядит клево и играется в 60 кадров. Короче, посмотрим, как там на релизе будет. Потому что по предрелизу судить я вам не рекомендую. Но все-таки какие-то выводы можно сделать, да? Тут, кстати, Сайда намного интереснее сюжетки. Я знаю, мы проходили эту игру уже. Но это было, во-первых, в коопе. А, то, что Сайда здесь интереснее сюжетки, я знаю, потому что Даша проходила. А я смотрел у нее, когда она играла там с другом. Вот, на телевизоре в зале. Было клево. А когда мы проходили с Темой, в общем, это была искра безумия. Там вот это вот шок безумия. Потому что, ну, мозг был выключен. И я вообще не помню сюжета этой игры. В этом-то и проблема. А именно поэтому я решил ее перепройти. Потому что, когда мы играем в коопе в какую-то игру, это весело. Но сюжет я вообще не воспринимаю, понимаете? Я боюсь, что со второй частью будет та же самая проблема. Но я думаю, что это будет очень запоминающееся прохождение. Да и не кооперема давно, чего такого сюжетного. Я просто хочу сказать, что это не будет та самая деградация на уровне Ани, допустим, или Сноураннера. То есть, это будет умный колл. Угу. Ну, да? Вы же верите в это, да? Тут и нет особо сюжета. Она про геймплей. Вообще-то, сюжет здесь есть довольно-таки интересный. По крайней мере, в первой части. Довольно неплохой сюжет, по-моему. Нет? Я не знаю. Здесь, конечно, война и мир не напишешь по этому сюжету. Но, блин, мне сама идея импонирует. Города восточного, который захвачен зомби. То есть, здесь Outbreak, огороженная территория, за которой следит вся мировая общественность. И при этом эти суки пытаются нас разбомбить втихую. А мы, короче, пытаемся тут выжить в этот момент. И при этом мы засланный агент, да? И, ну, сливаем инфу про даже хороших ребят нашему правительству. Ну, вот ты понимаешь. Довольно неплохой сюжет, по-моему. Саундтрек в игре клево. Ну, и графика до сих пор выглядит норм. То есть, графика до сих пор вообще не устарела ни разу. Ну, чуть-чуть. Только лицевая анимация, там вот эта вот. Графика нормально смотрится еще во многом из-за хроматической аберрации, которая делает картинку довольно четкой, двоячейся слегка. Как будто это 3D-эффект. Но если ее выключить, картинка начнет сильно проигрывать, на мой взгляд, в плане атмосферности. Ну, это мое мнение, конечно. Но посмотрите на это. Вот, видите? Абсолютно ничего не изменилось. Видите? Это важно. Поэтому мы включаем ее обратно. Мне в этой игре еще нравится, в отличие от какого-нибудь Dead Island, то, что здесь, когда ты бьешь противника по щам, допустим, ломиком, он натыкается на препятствие и отскакивает. То есть, здесь есть физика тела, она клевая. Это прям круто. То есть, расчлененка прям кайфовая. Блевотно получается. Ну, с одной стороны, да, наверное. С другой стороны, в принципе, игр, в которых мяснина была бы жесткая. Сейчас нет. Поэтому-то вот, ну, вторую часть, когда в роликах показывают, в игре-то я не видел. Нет, нет, нет. Но такая расчлененка, которая там показывает, она, в общем, ты ее видишь? Внутренний маньяк в тебе, он радуется. Какая локация тебе больше всего нравится в этой части? Ну, вот это, наверное, нравится. Первое, вот эти вот фавелы, которые там стоят, небольшие такие хижинки, мне не так нравятся. Вообще, фолловинг, говорят, клево. Я в него мало играл. Мы играли в составе 4D, то есть, ну, там, Дима, Джек, Тема. Но это был тот самый кооп, после которого болит голова. Поэтому я вообще не помню, что там фолловинг был. Я помню, что там были клевые тачечки. Что еще хочу сказать, пока что без спойлеров, по Dying Light 2, насколько, насколько же там удобнее интерфейс, чем в первой части. Вот это вот инвентарь. Но чертежи это не инвентарь. Вот, инвентарь. Вот у тебя кувалда, но она не используется. А вот эта используется. То есть, это у тебя как бы в руках. То есть, у тебя как бы 4 руки. А это снаряжение. Но это не рюкзак. Вот. Но это ты можешь изобрать или улучшить. Но не все. А улучшить ты можешь здесь, а тут ты можешь что-то... Боже, это так неудобно. Здесь задания. Только здесь ты можешь увидеть время. Здесь сюжетные задания. Здесь побочные задания. Но побочные это неповторяемые задания. Вы понимаете, да? Есть еще всякие ивенты. Вот те карта. Вот те чертежи. Вот те навыки. Но навыки есть. На выживаемость. На ловкость. На силу. Легенда, которая открывается позже. Заходя в любой из них, ты видишь вот такое вот. Ну то есть, ты знаешь, это слегка перебор, по-моему. В плане эргономики это не очень удобно. Но с другой стороны, у второй части все хорошо. Спойлеришь, нам он интерьер, да как ты посмел. Вообще, там сказали, что если вы не выкладываете геймплей и скриншоты, то вы, в принципе, вправе поделиться мнением до выхода игры. Поэтому я не думаю, что меня засудит Techland за то, что я вам немного рассказал. One more time. У меня система сейчас Windows 11. Я удалил Windows и постановил просто от нихрень делать Windows 11. Посмотрим, как оно будет работать. Все такое красивенькое. Это, знаешь, такое все, какое-то такое... Я сюда, правда, переместил, но так-то по умолчанию в центре экрана. Вот. Всякие там на окошечках скругленные эти, как их... Ну все такое, ты знаешь, такое няшечное, такое прям... Такое какое-то... Все такое красивенькое. Это, знаешь, такое... Вот чувствуешь прям, что ты такой... Ой, короче... Но красиво, красиво, да. Это как когда после Windows 98 ты установил Windows XP. Хотя, ладно, надо какой-нибудь более новый пример, потому что тут все зумеры и... Ну, не поймут. Это как после богомерзкой Windows 7 ты установил прекрасную Windows 8. Вот, примерно как-то так. Алло, Windows 7 божественно? Как же ты байтишься. Windows 11 это как бритая по пьяни мужская попа. Красиво и бессмысленно. А... В смысле... Ну, я думаю, что бритая мужская попа это как минимум... Боже, я отвык разговаривать на эти темы. Как минимум это гигиенично, понимаете? Как минимум это поможет вам держать свой организм в чистоте. Как минимум практично. Не знаю насчет практичности, я не знаю, какая практичность в данном случае. Эстетично? Ну, не знаю. Я не готов говорить про эстетику мужских поп, потому что некоторые люди не оценят. Но... А потом колятся. Хорошо. Но просто у многих мужчин, не знаю, как там у женщин, но просто я не вдавался, извините, но... Волосатые жопы. Вот. Волосатые жопы нужно мыть, потому что если вы не будете мыть волосатые жопы, то на них могут налипнуть остатки кала. А может быть неприятный запах и прочее. Я думаю, что в данном случае бритая жопа это неплохой выход из положения. Потому что, ну, люди у нас как бы разные. И, ну, для некоторых просто даже вытереть жопу западло, да? Но я считаю, что в чистоплотности нет ничего, на самом деле, плохого и предосудительного. Как в желании выглядеть хорошо и следить за собой. Вот это я зашел. Ну, что ты хотел-то? Чтобы мы тут, блин, про высшие материи разговаривали? Я же ем. Мы говорим сейчас про чистоту. А ты водичкой или бумагой пользуешься? И тем, и тем, как правило. По степени необходимости того и другого. Мойте руки перед... И зад. Правильные вещи, говорит, а вы все фукаете. Это непринятие, по-первыхое. Оно, ну, как бы смешит. А потом постепенно люди привыкают и начинают уже без боязни говорить на темы, которые могут быть полезны. Поначалу народ фукал, когда мы говорили про то, что при сидении, допустим, на компьютерном кресле долгое время, во время работы или во время игры, вы можете заработать себе геморрой. Поэтому нужно разминаться и, среди прочего, по возможности делать нехитрые действия, типа сжимать и разжимать. Кольцо своего ануса. Вот. Таким образом, предотвращая болезни этого, несомненно, важного элемента организма. Вот. И теперь многие признают, что им это помогло. Вот. Видишь? Я сейчас разжал сфинктер и обосрался. Что теперь? Я думаю, что тебе нужно убраться за собой. Но это не та инфа, которую я хотел получать сейчас от тебя. Но вообще-то молодец. У тебя ученая степень в анусологии. Я настоящее светило анусный. Мы снова. В последнее время мы встретили, ты взял что-то. Ху-ху-ху. Вот это я понимаю. Вот это нормальный аппарат. Кам аут. Ты должен идти к тебе. Ой. Шо? Не-не-не-не-не-не, подожди. Нет! О боже, Джейд. Нет! Почему нас накрыло? Потому что нам нехорошо и у нас укус. Оф. Артур после хубиков. Что-то я не припомню такого уровня в игре, хотя я проходил. Ты стер просто это травматичное воспоминание с памяти. Я вот помню. Хотя проходил его с Тёмой в коопе. А это реально болезненно. Для моего мозга. Джейд, брат, братан, братишка. Или сёстр, сестра, сестришка. Отпустите меня, проклятый спайс. Ведь я ни в чём не виноват. Шо? Да. О-о-о. Ребята, она... Она конченая. Бегите. А я говорил? Ну а... Вот так. А я говорил вам. Говорил. Ага. Прощай, Джейд. Для меня это было... О, боже. Для меня это было печально в первый раз, на самом деле. Давайте прожмём F. Прощай, лучшая тянь в игре. Лучшая вайфу. Согласен, Тайни. Согласен. Башкода, ну ты тупень. Чел, я не знаю, что ты ещё можешь сделать хуже этого. Гайз. Гайз. Футер Ю Дуинг. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну-ну-ну. Вот и вон. Футер Ю Дуинг. Гайз, давайте заходите сюда. Давай. Закрыто. Всё. Всё. Отстаньте. Я не хочу ничего. Приёмные часы. Дамы-кспа. Ты не можешь зайти сюда, что ли? А, может. Чел, вставай, беги на парад. О, бежи. О, бля. Нет, 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 нет. Вставай, ты шо, вставай. Башкой ударился. Шопа. О, ты выжил. Господи, хоть один герой, который добивает врага. Если бы Бэтмен выстрелил Джокеру в голову, потом Бэйну, потом Загадочнику, сколько людей бы он спас? Он постоянно оставляет их в живых. Потом тот же Джокер снова нападает на какое-нибудь здание, я не знаю, административное, убивает кучу людей. Потом его ловит Бэтмен и такой... Бэтмен не убивает. Ты убиваешь их, но ты убиваешь их руками Джокера, понимаешь? Самый лицемирный, самый паскудный супергерой. Я думал, он не убивает Джокера, потому что он с ним в сговоре, и им за это деньги платят, они их делят пополам, понимаете? Человек-паук, развешивающий людей на высоких этажах. На разлагающийся за два часа паутине тоже не убивает, держим в курсе. Ну да, мы это обсуждали, когда проходили. Все такие... Спайдермен, такие, короче, висят там, типа, в этой белесой жидкости, ну, типа, такие, ну, скоро же меня спасут, да, скоро спасут. Почему она засохла? Почему она трещит? О, блядь, вот это и полетели. Бальница Архима принадлежит Брюсу Уэйну, если что. Так что ясно, кто все денежки от недобитых бандосов получает. Нет, но мы, конечно же, мы, конечно же, и не сомневались. Мельник? Мельник? Я думаю, где я увидел? Это же Мельник. Мне одному кажется, что тема паркура в играх как-то устарела. Эээ, не знаю. По-моему, его не так много в играх. Где лучший паркур? У нас в клубе. Кто-то, как я, думает. Какой там Уэйд, алло! Вот это вот что за пролаг было? Вот это вот что такое было? Что было с ППС-ом только что? Очень странно. Это приколы Windows 11? Это фичи такие, да? Это все из-за твоей бюджетной 30-90. Вообще-то я нищий ёбе. То есть у меня 30-80. Это шутка, если что. Кто-нибудь может оскорбиться, как обычно. Но, тем не менее. Да! Да, Артур, понятно. Да, вот так вот. Угу. Да-да-да-да-да-да. Нос-то задрал, да? Угу. 30-80. Это уже... О, боже, ты еще издеваешься над нами, когда мы видеокарты купить не можем. Засраных перекупов и майнеров. А, ну ясно, ясно. Ну ты, конечно, за че свой... Ой. Сговнился ты, конечно. Ну ты, конечно... Эээ... Ой. Чел, но ведь это была шутка. Да-да. Мгм. Че, жопой закрутил, да? Мгм. Понятно. Ясно. Как ляпнул. Ага. А потом увидел, да? Так сразу все, жопой завертел. А, юзом пошел, как камаз, да? Мгм. Понятно. Понятно. Все с тобой ясно. Все, сговнился, протух, скатился. Я играл в игру Assassin's Creed. В общем, там такая фича. Куда бы ты ни прыгал, ты падаешь в сток сена. Это безопасно. Оп, да. Просто там пролили банку невидимости. А-а-а. Тут все можно списать на глюки укушенного ГГ. Мгм. Так, ну шо в этом? Господа. Где ты, тварь? Где ты? Ох, боже, там парень со взрывным характером. Хе-хе-хе. Вот что с ППСом? Это, это типа, этого не было на... Он вел себя как на ансап. Это немного странно. Что таки творите? Не надо этого делать, ребята. Вы можете кого-нибудь убить. Нет. Блё. Ты вообще можно пробить? Блё. Если ты, тварь, такая кинешь, я не знаю, что я с тобой сделаю, но явно что-то нехорошее. Я пошёл делать с тобой нехорошее. Давай, давай, давай. Пока она не прошибается. Оп. Хорошо, окей, хорошо. Ты посмотри, какая гадость. Ноу. Ага. Ха-ха-ха. Лошары. Я гордом командую. Подожди секунду. А чё я сюда лезу-то? Если у меня нету карточки. Ага. Видимо... Видимо, я делаю это зря, да? Угу. Угу. Ладно. Сейчас, смотри, как безопасно можно спускаться в безопасность. Смотри. Чат, оно было запланировано, что мы будем долго-долго это искать, потому что так хотели разработчики. Если вы подумали, что это я невнимательный, то вы, как видите, ошибаетесь. Даже Крейн обрадовался нахождению этой карточки. Это называется срежиссированный геймплей, понимаете? Чё, закрыто, да? Конечно же, нет. Действительно, не Бэтмен. Не-не-не. Уф. Ой, здрасте. Кам, кам. Я. Товарищи, идите убейте меня. Что вы стоите все здесь, нет? Ох. Сначала долго рассказывать какой-то лошары, ничего не знаешь. Потом, когда их приглашаешь, сделать не приходят. А вдруг они думают, что ты, ну, приглашаешь их починить комп, а на самом деле хочешь их трахнуть. Ну, обычно с этой целью уже зовут людей починить комп. Или я что-то... Блин, а вдруг они просто тебя пугаются? Хе-хе-хе-хе. Одно другому не мешает. Блин, ну так-то да, получается. А тебя так приглашали? Я не могу ответить на этот вопрос. Он очень личный. И вы расскажете Даша. Да, было. Представляешь, позвала человека починить комп. Он сидел, комп чинил. Новая версия знакомства с Тёмой? Не знаю, Ча, что там выдвигает такие моменты? Когда ты все под одну гребенку. Раньше была новая версия знакомства с Джеком Шепардом, теперь с Тёмой. Что дальше? Они планируют фаербомбить Харан. Но если эти бомбы украдут, вы узнаете, что Тэннер и Министрия являются холодно-плодевые убийцы. О, черт. Есть кто-то жив, в коррентине-зор? Эй, ты копидаешь? Ты копидаешь? Ты спасаешь? Нет, мы спасли город! Если бы мы его нюкнули, ну, вернее, если бы они его нюкнули, то я думаю, что второй части бы просто не было, и все были бы счастливы, нет? Класс, Крейн! Молодец! Ты только что уничтожил весь мир, ей! Ты только что убил миллионы людей, миллиарды. Молодец! Что нельзя ввести войска и убить всех зомби? Не знаю. По-моему, я, конечно... Ну, я люблю все эти зомби-апокалипсисы и прочее, но почему просто нельзя ввести реально дивизию в костюмах химзащиты? Ну, чтобы их сложнее было прокусить и просто стрелять на поражение по всем. То есть, ну... Извините, конечно, за мой гуманизм, или назовем это по-другому, но просто зачистить нахрен город от всего, что шевелится, и таким образом спасти мир, нет? Та же самая бронетехника, блин, с пулеметами, с огнеметами, солдаты с винтовками, стреляющие по всему. Ну, по-моему, это решило бы проблему, нет? В рыцарских доспехах где-то возьмешь рыцарские доспехи. Взять просто обвес какого-нибудь... Вот эти вот, которые разгоняют там митинги, полицейское обмундирование. Пулек слишком много, дорого. До этих пулек, ты знаешь, у любого, я думаю, государства с нормальным военным бюджетом, как у дурачков-фантиков. С другой стороны, я думаю, что на самом деле эти фильмы, эти зомби-апокалипсисы, они очень реалистичны как минимум в одном, в тупорылости людей. Я же уже сто раз мы с вами... О, боже, там что-то... Ой, нет, я пойду, нет, нет, нет. Ёбаный по голове, божечки мои. Так, стопэ. Стопэ, стопэ, стопэ. Ой, божечки, зачем этот чел, который меня сюда послал, шеф-тесрался. Хотел посвятить на них, это же работает. Да, да, работает. Короче, а потом узнаешь про людей, которые просто скрывают то, что они заражены. Ну, ок, молодцы, конечно, там все дела. Да, ведь если бы мы попали в зомби-апокалипсис, мы бы все по-умному сделали бы все. Не, ну я бы был бы вон тем третьим трупом слева, я тебе гарантирую. Ты даже не понял бы, что он произошел, только удивлялся бы, что зрителей все меньше. Так, нам нужно, да, нам ловкое очко дали. У нас сильное очко. Так, вы же во... Дженнифер Эднистон, Роберт Тауни-младший. В новой романтической комедии Любовь 2. Ты что, снова любишь? Я не люблю тебя. О, можешь просить. Играйте везде. Харан. Глобал Атлетик Геймс. Ого, вот это у нее 6. Обхватило двумя руками. Блин, смотрю, как попу выпитило. О, боже мой. Как борешься с выгоранием? Я меняю кардинально просто деятельность. Ну, я не перестаю играть в игры и не иду на 4 бейт. Но я говорю про... Играю новинки. Начинаю душить. Просто начинаю играть в старые игры. Вообще, там новинки выходят поливать. Просто играешь в старые игры. Задолбал жанр хорроров. Не играешь в хорроры. Играешь во все, что угодно, кроме хоррора. Так, что ты, ну, скоро начинаешь скучать по ним. Я, вон, полтора года не играл в хорроры. Ну, я играл, но мало очень. Только самые крупные. Сейчас я в них с большим удовольствием играю. Либо просто беру отдых. Вот, я 5 дней отдыхал. Мне было норм. Ты периодически заходишь на бонго камс и читер бейт. Скажите честно, я сейчас не знал, что... Вернее, сейчас только от тебя узнал, что есть какой-то бонго камс. От читер бейт я знаю просто потому, что, ну, вы мне рассказывали. И это своеобразный мем такой. Я, честно, ни разу на читер бейт не был. Но сегодня пойду смотреть. Мне просто реально интересно стало. То есть, реально кто-то сидит, а наяривает свой елдак. И, типа, на это смотрят люди. Типа, ну, я все понимаю, конечно. Там порнография и прочее. Кому-то нравится, кому-то нет. Ну, то есть, реально просто кто-то сидит там и фапает. И, типа, на это смотрят. И, типа, и за это... Подожди, за это донатят? Что, блядь, я делаю не так? С другой стороны, кому-нибудь объяснишь, да? Что, типа, мол... Типа, кто-то просто сидит, играет в игру и на это смотрят. И... Ты такой, че вообще? Это вообще... Это нормально. Так что, ну, пусть занимаются, если нравится. Не, ну, понятно, что нравится. А есть какой-нибудь отечественный, так сказать, ответ Бонго Камс и Чатурбей? Рунетки? О, я все, все, короче. Да, УК РФ. Хорошо. Сайт налогов отечественный ответ? Ага, я понял. Тик-Ток? Не, я слишком стар для Тик-Тока. Я не понимаю просто, как оно работает. Мне объясняют, что такое NFT? Я не понимаю. Типа, что-то несуществующее? Что мог... Мне объяснять, что такое биткоин? Я не понимаю, что за криптовалюта. Мне объясняют, что такое Тик-Ток? Я не понимаю. Я просто, я не понимаю. Я слишком, ну, реально, закостенел, что ли, эхо-зэ. Недавно, вон, Даша читала новости. Мы реально сидим, пьем кофе, и Даша читает новости. И рассказывает про то, что на Твич недавно пришел какой-то популярный Тик-Токер, у которого там просто невероятное количество подписчиков. В тот момент Твич, русский Твич, да и вообще общемировой Твич, установил рекорд по онлайну. У него было 500 тысяч человек аудитории онлайна, что ли. Что-то такое было. Это буквально вот на днях было. Они с ним пришли, и они за ним ушли. И я такой, типа, а, ну ладно, пойду посмотрю. Включаю этот Тик-Ток, а там этот чел, он просто, ну, орет, и это считается мемом. Я такой, блин, я не понимаю. Я не знаю, типа, я не знаю, что это такое. Как работает Тик-Ток? Объясните мне, кто-нибудь, что-то... Типа, это короткие ролики же, да? Там стримы есть? Даша просто, ну, реально, мы сидим, как какие-то пенсионеры, два, короче, за столом пьем кофе, и едим ей Ишинку, и она показывает, типа, ну, там, в описании в статье, что, мол, данный Тик-Токер популярен мемом Ржомба. Вот. И она включает такая, я поправляю очки, в общем, всыпаю песок, а он там такой, типа, Ржомба! Такой, короче. И все, вот, и, ну, я думал, что, ну, это не мем. Я не знаю, короче. Я просто реально, я в эти моменты понимаю, что раньше там старшаки казались тупыми, а теперь ты сам тупой старшак, который нихера не вывозишь, это современные вот эти веяния все. Похоже, здесь собрались бумеры. Ну, я должен сказать, что у нас достаточно взрослая аудитория, правда. Пока она еще была на Ютюбе, там была статистика, и по статистике аудитория в среднем была 25+. Ну, нет, на тот момент она была... Это сейчас она, 25+, если смотреть по записям стрима Блэка. На тот момент она была 20+, вот. Но, блин, мы тут уже 10 лет сидим, как бы, поэтому чего удивляться, да? Сейчас слишком много развлечений появилось, каждый сходит с ума по-своему. На ТикТоке есть даже что-то интересное и познавательное, если поискать. А я не сомневаюсь. ТикТок это, по сути, как любая социальная сеть, в ней существует много всего, как бы. Это как вот эти вот тупые ребята, которые говорят, что от игр тупеют, от игр становятся агрессивными. Игры уже давно это такое явление. Его нельзя однозначно оценивать, то есть как целую индустрию, да, как книжки. То есть ты не можешь одновременно говорить, что, ну, вот от книг тупеют, и при этом брать в пример, скажем, Томик Войны и Мира и сочинение какого-нибудь, не знаю, какой-нибудь Дарьи Донцовой. Или говорить, что фильмы все вызывают агрессию. При этом брать в пример какой-нибудь фильм Тупой еще тупее, Ёлки последние и Список Шиндлера, да? Тут то же самое, игры, по-моему, уже давно переросли и политиков этих тупых, и, в принципе, какие-либо мерки. И сочинение Глуховского, лятый хейтер. Чел, какой мне ТикТок? Я, блин, в Телеграме не могу разобраться. Я в Телеграме только из-за Дениса разобрался, потому что Денис, он категорически отказывается общаться в других социальных сетях, понимаешь? Интелега удобная же. Не знаю, по-моему, конференцию удобнее создавать в том же ВК. Или в Дискорде. Ну, не знаю, и МХО, конечно. Классические соцсети по типу ВК уже отходят на второй план за мессенджерами Победа. Я недавно видел ВК-стримера, который стримил ВК, но не игры. То ли он выкладывал видео. У него на этом видео было, сколько-то там, 15 миллионов просмотров, по-моему, за неделю. Расскажи мне про непопулярность ВК. Вот. Ну, я просто не знаю, конечно, но, по-моему, это овер до хера. Я не помню про чё, но, в общем, я думаю, что аудитория у ВК только растёт. Как минимум у нас в России. Я это не в защиту ВК говорю, мне ВК, в принципе, не сильно нравится. Ну, как бы ВК и ВК. Я там, по сути, общаюсь с, не знаю, человек 10, наверное. Я вообще в последнее время не очень сильно отвисаю в интернете, честно тебе скажу. Ну, то есть, если у меня есть свободное время, раньше я мог сидеть и просто на том же каком-нибудь реддите листать там мемасики, пока не посинее. В последнее время, если у меня есть свободное время, я книжку почитаю. Или газеты. Не, ладно, шучу. Либо Терек посмотрю. Я вам в Мегагосе подключил 200 каналов. Типа, из них где-то, наверное, штук 50, это тупо фильмы. И я, ну, включил, короче, себе какой-нибудь фильмак, сижу на фоне, читаю или в свитч играю. Вообще не тянет в интернете в какие-то социальные сети, вообще не на кресле качалки посидеть. Ты вообще не представляешь. Я себе выдворил сейчас в Краснодаре летом, весной, осенью, жарко. И, короче, я вытаскиваю шезлонг, мы купили. Сажусь там с планшетиком и сижу, ну, что-нибудь читаю, либо смотрю что-нибудь. Это так кайфово. На ДТФ сидишь? Я изредка сижу на ДТФ, в основном сижу на зарубежных, типа Games Radar и прочих вот этих вот. Потому что, по сути, на наших новости перепечатываются оттуда. Тот же ДТФ в последнее время, по-моему, очень сильно, не знаю, стал более популярным, и это не пошло ему на пользу. Там очень много появилось каких-то рандомных тем, они начали обсуждать политику, религиозные взгляды, прочее. А тебе хочется просто посидеть на каком-то игровом ресурсе, прочесть новости. Поэтому я сейчас на ДТФ практически не бываю. Ну, то есть, я там захожу, почитать новости на каком-нибудь Шазу, там, допустим. Или на каком-нибудь гейммаге. Почитал такой, окей, и все. Но ведь с политикой можно мощно унизить собеседника. Ну ладно, а зачем тебе это? Зачем унижать собеседника? Это же не лучший друг. По этой причине у тебя комментарии закрыты. У меня комментарии закрыты, потому что мне лень их модерировать. А если я не модерирую комментарии, то там начинается как раз-таки политические срочи. Религиозные срочи. Не, за оскорбления там каких-нибудь Темы, Димы, Ева, Тани. И у нас вообще бан на шести каналах. Сижу, стримлю что-нибудь. Смотрю. Таня Монстр Геймс забанила. Думаю, о, кто-то проштрафился на другом канале. Таня пошла на всех каналах, его забанила. Да, мегабан получается, да. Потом баня, ставь плюс. Фаза первая. Лихорадка, жар. И потоотделение. Так, тошнота и рвота. Это фаза вторая. Фаза третья. Галлюцинации. Так, это что такое? Конвульсии. Объект начинает испытывать трудности с дыханием. Ну и судя по всему, все. После инъекции. Агрессивное поведение. Кровавые разрывы на лице. Открытые гниющие раны. Так, мускульный некроз. Ну то есть омертвение тканей. Отслоение кожи. Открытые раны. Белки становятся красными. Меняется цвет радужки. Что там термал? Короче, что-то с жаром, я так понимаю. А, расширение визуального спектра. Видим, ну спектра, в котором они видят. Угу, я понял. Состояние человека до подписки. Грубо, конечно, но по фактам. Обычные симптомы после хубиков. Напомни, пожалуйста, есть ли тут плюшка для гольфа в качестве оружия. А тебе зачем? Теперь стрелки с голого пистолета. Бля, так на тросы. Прикинь, короче, яйца. Ой, ну в смысле яйца. Ой, ну в смысле залить. Стоять, бля! Ой, ну в смысле яйца. О, бля! Ах, бля! Кушать подано, суки! Как говорил один товарищ, твердость не тупость, верно? Когда-нибудь они поймут, как пользоваться лестницами и поймать твою сладкую попку? Это приятно, что ты считаешь ее сладкой. Но мы сегодня говорили уже про... Блин, я не хочу вспоминать про гигиену. Так сказать, по швамусам. Вам вниз? Отлично, проходите! Это хватит чипаться. У вас тебе с очереди, гачи мастер. Нет! Толкнул. О, нет, боже, они же убьют меня. О, боже, что же делать? Когда забыл путь в сабию. Что-то мы про сабию... Давай, ну. Давай, Дартмол, укуси меня. Ну, ну. Господи, сколько еще идти? Сколько еще идти? Субтитры сделал. О, нет, опять. Сейчас мы будем драться, я думаю. Вот это. Кашт, бомбайт. Мотал комбо! Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун ну я брал клавиатуры и а до сулеман истин я никогда не запомню вот эти вот ваши чертовы полин vsd где где какая кнопка расположен никогда понять поэтому я беру геймпад и начиная овнить цари смотри как это работает я консольный игрок чего вы хотите сейчас бы играть на печатной машинке я придумали текст водить они не драться тут на ножах на крыше я не смотрел на экран да да 10 лет стриминга это другое он ведь одной рукой дерется тело я вообще с геймпады беру исполнил это же руками не машу я еще круче него царя нажимая кнопки его уделываю вам руками машут я тоже я даже не знаю почему в этот момент я отвожу взгляд от экрана и смотрю в чат ну просто смотрите печь и учись больше не смотрим в чат и просто играем в другу но получи если не смотреть в чат и сейчас не будет руинить то все довольно просто все довольно просто Да, иди сюда, вы не сможете resistить. Дай это, я не против тебя. Как ты убил Тайр. Дай это! Черт! Ты хочешь мне сделать собственные правила? Руле номер один. Ты проживешь всю свою жизнь в больную ночь. Дай это не. Оставь меня как это, Крен. Попробуй ты человек. Дай это. Ну, ты просто разогрелся! Господи, ну ты лошара. Я просто в шоке, честно говоря. Дай мне диск. Так что, у нас есть возможность, что Харан может уйти. И это сделает твою смерть. Классно, висим, разговариваем. Да, подтягивайся, чел. Надо что-то делать. У тебя есть до конца 5. Один. Два Харайда-Райс. Здесь! Ах... Крейн, Крейн, Крейн. Крейн делает все, чтобы была вторая часть. Чтобы весь мир погиб. Город не дал разбомбить. Вакцина засунул себе в эс. Это Крейн поет, если что. Ну, клевая игра, на самом деле, вообще не устарела за это время. Вообще не устарела. То есть, ну, у нее немножечко чувствуется, что старенькая графика. Хотя, в целом, она выглядит кайфовая игра. Геймплей, но, по-моему, больше ничего подобного и не выходило. Так, фолловинг. Я буду на нормале играть. Буду в основном идти по сюжету, потому что, ну, мне нужно успеть до выхода второй части. Эм... Ну... Кайф водичка, наверное, попить-то само оно. Ты сгребай его жопу. Бэй-бэй-бэй. Ой, простите. окей бро хорошо я тебя понял классный пупок кстати мой фетиш фетиш только на мужские или вообще на все только на мужские к сожалению давай 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 покажи как ты умеешь чел то уже полчаса рубишь тут походу типа надо надо что-то делать ты не знаешь кого напоминаешь был такой город in smut назывался там такие же люди с такими же жабьями рожами как ты и туда бьешь вот это вот знаешь чем все кончилось постреляли меня внучок что за нахер не надо расшатывать лодку или вагон наш эби эби это ты называется пойду-ка я натанцовываешь на все 15 часов прохождения ну привет раздрота запала да такая плохая прям такая бунтарка ясно сквозь вижу то есть ты меня посылаешь на смертную убийство да ты думаешь я запал а я не запал я может быть люблю мужские пупки слыхала о таком нет своем селе привет шо как клюет клюет да то наркоман ахо это мазу даже если стол будет в поле все равно не пропустишь конечно не пропущу объеду я же профессионал запутался честно говоря немного в происходящем что за крики были так минута минута ахой блять а вентиль он вентиль 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 в горжусь им запала таки на я не виню и об сам на себя запал я знаю и 18 лет есть кому машине ну судя по внешнему виду да наш не против помогите помогите не трогайте пожалуйста как они засали вы это видали позорище погоня о господи погоня название-то одно мне страшно не бойся я профессионал куда идея была не лучше и теперь меха на слабочи как вы мне надоели меня от вас тошнит мне опять страшно не бойся все будет хорошо машина в порядке чат она в порядке все хорошо бежим мне кажется моя машина себя плохо чувствует после такого как фринстон едет я еду как профессионал который в гран туризм и лицензии получил она швилилась я видел подожди ее найти это она это ее найти надо было она похожа на ту которая там пропавший человек нашли рядом с пропавшими лежат их документы так документ на швилиться непонятно я не доверяю ты чертовщине поэтому стрелу не забрал да и оставил потому что она явно не умирает я не доверяю насколько она отличается по атмосфере да вот это вот все дело от от основной игры то есть тут на природе это все так совсем по-другому чувствуется да нормально все с подвески не выдумывает дорогие друзья пожалуйста если вы видите что вы находитесь на проезжей части будьте аккуратны водитель зачастую просто не может остановиться вовремя тормозной след занимает до 30 метров понимаете берегите себя своих близких у коркот так чат а ну-ка давай тебе можно в ресторан ты привет вот что там я привет хорошо haram city.com блин шо там какой рекрол я не верю что там рекрол кубки мужиков о боже мой сориан да что ж ты будешь делать господи вот это было красиво ботовка стак царику это чем нет это мне сейчас смотрите ни одной аварии ни одной аварии за все путешествие о военная машина это не авария так и хотел прости друг нормально нормально форма машинку жалко мне тоже на самом деле как только я увидел я такое привет готовы все страдать давай ломай машину ломай мы же миллионеры давай давай как фелпс попал хоран четырехмесячный ребенок и мать еды нет воды нет пожалуйста помогите жестко хорошо что в этот дом войти нельзя я бы не хотел это увидеть ну а кому легко я ты черствую вот это ты понял вот это ты это твое лицо почему надпись без даты у боже чат ты меня пугаешь временами это реально отвратительно блин как у людей кайфово прикинь такой приходишь с работы до забираешься на третий этаж садишься короче здесь на шезлонг и сидишь сзади тебя короче проносятся машины грузовики всякие их бензиновый нагар вот это вот вся взвесь вот эти выхлопные газы оседают на твоей коже сосед справа чешет жопу сосед слева выглядывает в окно голым с башни кричит молла наверное вот а из этого дома орет ребенок я бы хотел тут жить по-моему кайфово алва я не знаю об этих проблемах у меня халва простите внезапная рекламная интеграция сколько будет 2 плюс 2 товарищ бузова я не знаю ведь у меня думает халва карты халва и зомби не беда давайте придумаем какой-нибудь рекламный слоган для карты халва а потом нам сбербанк даст денег или у кого там эта карта если очень ты тупой не работай головой алма логика в принципе есть сколько халва не говоря деньги возвращать придется карта халва халва нет не слипнется совком банк были нас точно засудят у меня у меня чат он уже был мертв он был заражен я тебе гарантирую он был заражен он он ну плакал как все зараженные дети следовательно он был заражен следовательно мы все сделали правильно я слишком много ел простите это не фэр шейминг я про то что я не хочу сейчас кушать это там явно должен быть запах шашлыка простите это тоже не очень учтиво ему было холодно ты его согрел ты молодец ну технически я прекратил его страдания в любом случае следовательно это хэппи-энд ну то есть возможно он был ну смысле возможно он был заражен да мы это точно знаем потому что он плакал зараженные дети плачут плачут следовательно он был заражен следовательно я все сделал правильно алло уфа вызывает москву алло алло он мирный я думаю что он был заражен стоит себе рыбак поклевку ждет но у него лицо было грязное как будто ну смысле он был заражен да вы вы видели следовательно мы все сделали правильно ой и хорошо вышло в общем отец у меня хорошая новость он больше не голоден отвратительно чат отвратительно прекрати пожалуйста такие шутки ты этим меня расстраиваешь но на 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 и чё ты будешь делать иди и убей меня нет 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 блин а я попросил по факту так мы оказались там где хотели все прошло четко по плану мы молодцы делаем то делаем так делаем правильно сукин сын почему ты не зацепился когда я нажимал пробел я зажимал пробел чтобы ты зацепился ты не зацепился вот это грустно прозвучало твой треск лишь треск ее сука черепа который а ну вот я и наверху боже как я срезаю как и это скипа понимаете давно не было советов по сворачиванию листочка бумаги собственным мнением суть в том что я уже не тот токсичный человек я стараюсь расти над собой поэтому как правило не желаю откровенно плохих вещей людям поэтому никаких больше листочков в задницу хотя понимаю что многим хотелось бы они скучают как тот ватсон до который без трубки не мог разве это плохо запихивать что-то в задницу я думаю что на зависит во первых от человека во вторых от случаев третьих от собственно его настроение в четвертых от его вкусов я не буду говорить за всех поэтому просто будь аккуратен хорошо постарайся быть нежен с собой всегда четко понимая свои лимит другому человек не но я не знаю то есть по договоренности то смотрите сами от задницы зависит полом со где же ваш листок знаете доктор ватсон уже там отвратительно а что делать если места в жопе мало посмотреть природы задумано вот так если ты хочешь увеличить это место будь аккуратен хорошо мало понятия растяжимы живой зачем глаза то мазать но это самое классное моему нужно совмещать приятные с полезным всегда батя рассказывал раньше чтоб перегаром не воняло мужики спиртяку в глаза капали а я думал призмы в задницу я такие истории тоже слышал чтобы изо рта не пахло спиртом где плезмировали себя чего в смысле вы не знали не знаю на прикинь такие мужики я вот это представляю сегодня бухаемся все-таки с резиновыми оранжевыми клизм очками и короче такие ну чё пацаны давайте начинаем короче снимают штаны начинает пхать себе в задницу эти клизм что-то много разговоров про задницу догадает этот первый раз как чокаться если тебе скажу то нас забанят наверно чат на этом мы сегодня заканчиваем мы неплохо поиграли в игру когда-то не следующий раз вернусь не знаю не завтра точно завтра вечер хорроров сегодня мы с вами весь день играли в дайнла и соответственно ну прошли его и теперь мы идем по following успеем ли мы пройти following до того как выйдет вторая часть напоминаю что стрим по ней будет 3 числа я не знаю но по крайней мере мы точно проведем хорошо время до выхода той самой игры ребята спасибо за компанию сегодня было клёво посидеть с вами сегодня мы неплохо сегодня неплохо так провели время и на самом деле довольно ламповое тепло посидели увидимся завтра всем пока спасибо за просмотр! спасибо! спасибо за просмотр!